Итак, это будет чтение на август месяц, и я посмотрю на ваше недавнее прошлое, карты уже перемешаны. Я посмотрю на ваши энергии в данный момент и самое ближайшее будущее. Итак, дорогие газироги, сделаем пару перемешиваний, как и называется, шафл, как по-русски называется, перетасовать. Вот, перетасовывать на данный момент, потому что карты я уже подготовила, и на данный момент для моих зрителей, у которых находятся в газироге важные планеты, Солнце, Луна и Лето, восходящий знак газирога, когда это существенно для вашей жизни. Давайте посмотрим, что у нас в центре событий. Нет, отрезать. Ух, ну хорошо, делаем так. На дне колоды, что бы ни делала, на дне колоды, шестерка жезлов. Победа над пайными силами, скрытыми течениями, шестерка жезлов и императрица. Победа над собой, сделать что-то для себя, родной, любимой, дорогой. Победа над собой, сделать что-то для своей женской стороны, Венера. Это важно в этом месяце. Так, что было, с чем мы пришли? Император. Рыцарь Пентакли, предложение. Ну, вообще-то, очень положительные три карты, которые для многих из вас могут говорить, что мужчина вашей жизни сделал вам какое-то очень положительное предложение. И вам это очень нравится. Видите, рыцарь и паш смотрят друг на друга, правда? А предложение исходит от императора. Ну, знаете, для некоторых император может проиграться как работодатель, например, или отец, например. То есть, какое-то предложение от очень важного человека в вашей жизни пришло к вам, которое вы долго ждали, наверное, медленное предложение. Или сам человек, приезд его, в конце концов. Ну, и вы бежите на встречу с распростертыми объятиями, правда? Вы мечтаете о, ох, что там у вас в чаше. Ну, мы посмотрим потом. Настоящий момент. Семерка Пентаклий, королева мечей, восьмерка Пентаклий. Для кого-то в самом деле может быть ожидаемая работа интеллектуального типа или более интеллектуального типа появится на горизонте или появилась уже. Для некоторых может быть... Эта женщина говорит иногда о королеве мечей бывших. То есть, для некоторых может быть это появление бывшего или возврат бывших отношений. Человек однозначно. И это долгожданные вещи. Это то, во что вы вкладывались, то, над чем вы работали. Давайте посмотрим появление чего-то или новости о чем-то в ближайшем будущем. Шестерка Пентаклий. Отличная карта. Подарки она несет. Семерка Чаш. И тройка Пентаклий. Ну, вообще, только здесь один старший аркан. То есть, что-то произошло, кто-то или появился в вашей жизни важный, или только наметился в прошлом, и все это началось с этого человека или с этого главного лица. Движение пошло. Да? Сказать, что сразу какие-то большие переломные моменты в этом месяце я не могу. Но по количеству Пентаклий, превалирующему здесь, я могу сказать, что это очень вероятно связано с работой или с бизнесом или с чем-то. Движение пошло. То есть, продажи начались или что-то такое. Но в связи с этим, может быть, и ваше настроение улучшилось. Вы размечтались. Да? Такое тоже может быть. Ну, давайте будем уточнять. Хорошо? Что же этот император вам принес в вашу жизнь? Что он? Это, может быть, ваша личная мужская сторона. Потому что император и императрица – это наша женская и мужская сторона нашего характера, нашего любого человека. Ну, похоже, что этот император принес вам какую-то любовь в старший аркан. Влюбленные, а может быть, и выбор поставил вас перед определенным выбором. Девятка жезлов и отшельник. Возможно, человек просто появился, решил появиться. Это было нелегко. И принес вам какое-то предложение. Карта мир. То есть, может быть, издалека человек. Карта мир. Прилетел, может быть, а не так приехал. Может быть, где-то уже поблизости. И тройка мечей. Видите, нелегко. Может быть, этот человек пришел вам с прощением, просить прощения. Или он хотел бы, чтобы вы его простили. Или, может быть, дали второй шанс. Или, может быть, отношения начались каким-то образом неправильно. И человек хотел бы это исправить. Но, похоже, что здесь его радостно вы принимаете. Вот эта радость, счастье. Похоже, что вы разрешили свой какой-то внутренний конфликт по отношению к этому человеку. А может быть, он вас оставил надолго как-то одиноко. Вы чувствовали себя и ничего не слышали и не видели его. И в данный момент вы оставили это все позади. Вам было нелегко, трудно. Может быть, какие-то трудности он вам создал, этот человек, этот император. Трудности в вашей жизни. Ну, похоже, что ему, может быть, тоже было и нелегко. Извиняюсь. Так, давайте теперь проясним, что же такое у нас семерка Пентаклей. Во-первых, мы видим в центре королевы мечей. Королева мечей – это, может быть, вы. Понимаете, она говорится… Об этой карте мы говорим сингл, то есть один. Вот один меч – сингл, один человек. Это может быть женщина, которая одинокая. Это может быть женщина, как один одинокий, один родитель. Это может быть просто упертость какая-то на какой-то идее, на одной идее. Это потому что мечи – это же наш интеллигентный ум, наш разум. А королева, она очень умная, харизматичная и такая разумная-разумная, да. И она, причем у нас здесь, окружена хорошими картами. То есть она работает над чем-то, во что-то она вложилась. Давайте посмотрим семерка Пентаклей. Колесо Фортуны, Дьявол и Верховная Жрица. То есть есть какие-то… были какие-то, скорее всего, ожидания у вас. Или они все еще есть. Они основаны, может быть, на каких-то мотивах, которые скрытые. То есть у вас есть ожидание чего-то, но вы… не то, что прям как книга вас можно прочитать. То есть у вас есть какие-то скрытые мотивы. И вы ждете подходящего момента, чтобы эти скрытые мотивы открыть или показать другим людям. То есть у вас есть что-то такое, как обет молчания пока, на какой-то срок, пока вы ждете. И вот когда наступает удачная ситуация, вы действуете. Колесо Фортуны говорит о том, что вы будете, скорее всего, очень как бы заботиться о себе, о благосостоянии своем. Потому что королева мечей, она, конечно, хорошая подруга, умная, но и она себе на уме. То есть поэтому она иногда здесь проигрывается как соперница. То есть это женщина, которая себе на уме. То есть вы решили, может быть, кого-то победить над кем-то, верх взять или над чем-то, над какой-то ситуацией. И вот у вас все это внутри, может быть, обдумывается. Вы ждете, может быть, подходящего момента, когда вы можете, в самом деле, достать свой меч и одним уколом меча проткнуть или шарик, или чьи-то неоправданные ожидания, или мнение о вас, или что-то такое. То есть вы что-то кому-то, может быть, даже хотите доказать. Королева мечей, что она здесь доказывает? Да, видите, очень терпеливая женщина. Женщина, которая ждала. Ну, видите, что ждала? Вы хотите доказать свою любовь. Вы хотите доказать, может быть, даже самой себе, что ваши чувства истинные, и они не подвергнуты, не подвластны времени. Но где-то, может быть, вы идете вопреки нормального хода событий. Что-то вы хотите сфорсировать здесь, потому что дьявол у нас есть. Здесь очень много пентаклей, и пентакль вам шел. Тут, может быть, что-то связано именно с физическим миром. Вот вам и королева пентаклей. Вот это, скорее всего, вы. Вы работаете, может быть, над собой, может быть, над тем, чтобы что-то у кого-то где-то разрушилось, чтобы вам было лучше. Здесь может быть себе на уме женщина, которая ждет подходящего момента, когда нанести удар. И это, может быть, и не вы, это, может быть, кто-то, который работает с вами, помогает вам разобраться, может быть, в чем-то, сделать правильный выбор. Разрушить то, что не работает, или разрушить то, что иллюзорное, или разрушить то, что неправильное. Здесь может быть какой-нибудь процесс, когда вы вступаете в силу чего-то, у вас появляется больше влияния. Это не обязательно вам нравится, но вы это делаете. Давайте посмотрим шестерку пентаклей. Шестерка пентаклей. Четверка пентаклей. Ну, уже у вас тут все пентакли. Туз, жезлов. И вам идет навстречу какая-то помощь. Помощь, может быть, от человека, или материальная, или помощь, которую вы ждали давно. Вы вложились, может быть, во что-то, и получите дивиденд. У вас есть шанс на то, что вы будете очень довольны этой помощью. Даже если она маленькая, да, четверка пентаклей говорит о скромной помощи, то она в самый раз. То есть она вам позволяет вашу ситуацию, как бы, может быть, переломный момент пройти, да. Какая-то помощь, которая вам очень нравится, и вы будете довольны этой помощью. Семерка чаш, что нам здесь означает. Паш мечей. Тройка чаш. И хороший шанс. Может быть, вы получите вот эту помощь в виде даже какой-то информации или новости от друзей или знакомых, да. От которых, может быть, вы не ожидали, или, может быть, вы забросили, как бы, клич во многие места, и вот из какого-то вам придет ответ. И этот ответ вам покажется очень-очень правильным, своевременным, и вы будете пользоваться этим. Два туза говорят о том, что просто энергия вокруг вас, так обстоятельства и люди другие, независимо от вас, так складываются, что вас толкают на каком-то направлении в правильном. Тройка пентаклей говорит, что у вас хорошо получается работать с другими людьми. Тройка пентаклей. Может быть, получать контракты, выигрывать какие-то, может быть, сделки. Вы действуете очень умно, разумно. Королева мечей. Скорее всего, вы обладаете какой-то экспертизой в какой-то области, которая вам позволяет продвигаться вперед и вперед. На вас смотрят другие люди. Однозначно, вы здесь звезда. Одиноковы или одиноковы или в отношениях, у вас нет недостатка в поклонниках. Это очень сексуальная карта, которая говорит о том, что у вас есть очень большой выбор, очень много, если вы заботитесь об отношениях. И довольно-таки много предложений с точки зрения завести отношения у вас будет, скорее всего. Вот эта семерка чаши, звезда, это же тоже наши какие-то мечтания, да? Это то, что мы хотели. Может быть, вы хотели избавиться от чего-то, и у вас получится тоже. Может быть, вы хотели поехать куда-то, и у вас получится тоже. Может быть, вы хотели даже кому-то помочь сами, потому что здесь это, может быть, помощь вы оказываете кому-то, и вам воздастся. Здесь очень много пентаклей, правда? Может быть, вы кому-то одолжили деньги, и этот человек очень разбогател, и он очень счастлив. И это вас очень радует. Может быть, так. Может быть, вы вложились в какой-то маленький бизнес, а он вдруг стал идти по нарастающей. В общем, что-то такое, что вы мечтали, думали, и оно воплощается в реальную жизнь. Сила говорит о том, что у вас есть харизма определенная. Вы можете людей на свою сторону привлекать, которые нужны вам в данный момент чем-то, может быть, какими-то физическими вещами. А может быть, вы уделяете иногда время человеку в тяжелый момент, в трудные какие-то моменты, и он потом благодарен вам, и вам воздается. То есть вы однозначно здесь лидер. Выходите лидером. Если у вас все было хорошо, то идет на нарастающий. Если было плохо, то происходит выздоровление. Карта звезда – это карта выздоровления. Давайте посмотрим теперь, что нам говорят. Акаши Крекорд. Опс. Насигнесс. Пятерка. Это старший аркан, а высшие силы. Высшие силы на вашей стороне. Много тузов. Что вы из этого сделаете, от вас зависит, от вашего, от вашей воли, от вашего выбора. Но все возможности вам даны высшими силами сделать правильный выбор в чем-то или поступить так, как гармонично Вселенная требует этого. То есть гармоничное отношение со Вселенной у вас существует. И в этом ваша сила. Вы можете черпать ресурсы извне. Там, где другие люди, может быть, не замечают этих ресурсов. Поэтому вы здесь на коне. Я желаю вам удачи и хорошего месяца августа. Пока. Продолжение следует...